И другим темам отвечать за безаварийную и безостановочную эксплуатацию газопровода Силы Сибири будет линейное производственное управление. Этот объект сейчас строят в Алданском районе. Кроме этого, возводят там и компрессионную станцию. Когда эти объекты введут в работу и самое главное, кто будет там работать? Репортаж Анастасии Кобызевой. 11 часов в сутки без перебойной работы. Строители возводят важный объект – линейно-производственное управление. Оно будет отвечать за безаварийную и безостановочную подачу якутского газа на экспорт по газопроводу Силы Сибири. Управление будет выполняться с единого диспетчерского пульта. Линейно-производственное управление – это, по сути, маленький городок. Здесь созданы все условия для комфортного проживания рабочих. Вот, например, это строящееся здание – общежитие на 150 мест. А вот рядом будет столовая. Здесь также появится спортивно-оздоровительный комплекс и даже собственная котельная. Экстремальные природно-климатические условия осложняют строительство. Бурению мешают скальные породы, сказывается и вечная мерзлота. Но даже при этом нам дали гарантию, что все сделают качественно и в срок. Более мощная техника используется, с более, скажем так, мощным оборудованием для бурения. Конечно, все проходит гораздо медленнее, чем обычно. Но куда деваться? Надо работать. Мы даем 280% качества выполнения нашей работы. Не менее важный объект – компрессорная станция. С ее помощью будет осуществляться транспортировка газа. Всего по трассе «Сила Сибири» их будет 8. Немнырская КС, которую недавно начали возводить в Алданском районе, заработает уже осенью следующего года. Интересный факт. Каждый такой объект будет носить имена основателей Сибири. Алданскую назвали в честь Ивана Москвитина. Именно он открыл Охотское море и тщательно изучил его побережье. В составе объекта будет находиться общежитие на 100-150 человек, задействованного в эксплуатации этого объекта. Соответственно, не только компрессорная станция, но и приграничных линейных участках, соответственно. Здесь будет вся инфраструктура для этого выполнена. На всех объектах от линейно-производственного управления до крановых узлов в основном будут работать местные кадры. Персонал был, конечно, в условиях именно Алданского района обучен. Были проведены определенные мероприятия по проверке знаний, по охране труда и так далее, стажировки, к примеру. Но помимо этого, для того, чтобы повысить квалификацию нашим работникам, они были направлены уже в корпоративный институт ООО «Газпромтрансгастомск», где смогли тоже пройти обучение. Стоит отметить, что с вводом в эксплуатацию силы Сибири связано развитие газификации Алдана. До пуска остались считанные дни. Начало поставок российского газа в Китай – 1 декабря этого года. Но уже сейчас началось наполнение природным газом газопровода «Сила Сибири». Анастасия Кобузева, Джулстан, Иннокентьев, Алданский район.